Поехали! Данную процедуру проводим у людей с избытком подкожно-жировой клетчатки. Идея такова. Делается несколько процедур. Стараемся соблюдать интервал где-то один раз в месяц, наверное. Можно так делать. Существует несколько теорий, что нужно делать интервал чуть больше. Но у нас уже выработалась своя методика, индивидуальная получается. И мы делаем где-то плюс-минус один раз в месяц. Значит, смысл какой? Данная насадка втягивает кожу с подкожно-жировой клетчаткой. Так, вот наблюдаем через стекло. Ну, может быть, не совсем точно, четко видно. Втяжение увеличивается. То есть это уже рабочий режим, зеленая моргает. Индикаторное свечение показывает о том, что уже в рабочем режиме процесс пошел. По температуре 33 градуса, было 42, здесь 38. И по мере того, как они будут набирать свою мощность, температура будет падать до минус 10. Она будет держаться в течение 40-45 минут, где-то минус 10 градусов. Как только время пройдет, автоматически отключается прибор, давление падает, и они как пиявки отваливаются. Тем самым мы запускаем процесс разрушения подкожно-жировой клетчатки. То есть, по сути, мы являемся индуктором. То есть даем толчок. И по мере того, как данная процедура заканчивается, то есть медленно-медленно-медленно происходит разрушение в дальнейшем. Как по инерции. Разрушение подкожно-жировой клетчатки. Количество процедур индивидуально. Все зависит от того, насколько много подкожно-жировой клетчатки скопилось у пациента. Какие области мы можем промораживать. То есть область живота. Нижняя часть, верхняя часть. Задняя, боковая часть. Внутренняя часть бедра. Как слева, так и справа. Ну и, соответственно, если перевернуть пациента, можно там оптимизировать еще поясничную область. Ну, опять же, в зависимости от того, у кого какие излишки, избытки подкожно-жировой клетчатки. Здравствуйте, меня зовут Жанна. Я успешно сбросила 20 кг в центре доктор-габритарь на группе с Алексеем Печаревым. Сразу же на утро после процедуры, в прошлый раз, моя талия уменьшилась на 4 сантиметра. Это был, конечно, шок, радость. Невозможно было в это поверить. Но я сделала замеры до и после. И это действительно результат был ошеломляющий. Поэтому мне было рекомендовано через 1-2 месяца пройти ее повторно. Сегодня я здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова